Ну давайте поговорим тогда сейчас о нарушителях режима. То есть продолжаем тему ругательную. Да, все верно. Итак, нарушим режим нарушителей. Сколько там вообще таких? Нарушают ли они запрет властей? И много ли там на южном берегу Крыма сейчас таковых любителей подышать морским воздухом? Олесь, Глушко. Доброе утро. Олесь, доброе утро. Вильдана и Александра, приветствую вас из солнечной, чудесной Ялты. И сегодня действительно приближается лето, почти тепло уже на улице. Но, несмотря на это, многим ательерам сейчас запрещено принимать гостей, принимать туристов. И об этом мы с вами поговорим с Ириной Романец, заместитель главы администрации Ялты. Ирина Васильевна, подскажите, пожалуйста, какие меры принимают к ательерам, которые, несмотря на запрет, все-таки принимают гостей? Есть такие? Безусловно, в связи с введением указа главы республики об ограничительных мерах в связи с самоизоляцией и распространением коронавируса в городе идет очень активная, каждодневная работа на предмет мониторинга ситуации по невозможности предоставления услуг проживания в гостиницах, пансионатах, санаториях, частных владениях для всех, кто приезжает в Ялту. На момент начала ситуации с пандемией в городе насчитывалось 169 объектов, предоставляющих услуги проживания. И это в основном объекты крупные, это пансионаты, санатории, крупные гостиницы. Вот как только началась эта работа, сразу стала видна, обнажилась ситуация, связанная с тем, что ответственность у людей, которые работают так называемо под черным флагом, то есть это люди, которые на своих индивидуальных жилищных участках имеют дома и принимают там гостей, как мини-гостиницы, и они не обозначены в нашем реестре, на штабе было принято решение и было поручено, дано поручение главы города о том, чтобы составить полноценный, всеобъемлющий такой реестр всех этих объектов. И вся администрация города с привлечением общественности, мы фактически ногами обошли весь город для того, чтобы составить этот реестр. Потому что, как показала практика, крупные отели, они сразу переориентировались и, понимая свою ответственность перед ситуацией, прекратили эту противоправную деятельность. Но в частных гостиницах, в частных домах, в индивидуальных, эта практика продолжалась. И у нас по городу Ялте даже возбуждено уголовное дело по 238 статье. Часть второй – это предоставление услуг, которые представляют опасность для жизни и здоровья людей. То есть в момент, когда нельзя было принимать гостей, ряд вот таких мини-гостиниц продолжали это делать. И, безусловно, сейчас мы используем этот момент, момент мониторинга ситуации всего города для того, чтобы по завершению процесса, связанного с пандемией, у нас будет более полный список, который представляет, вернее, список объектов, которые представляют услуги размещения в городе Ялта. Ирина Васильевна, подскажите, какие меры будут приниматься к нарушителям? Ну, сейчас это жестко регулируется законодательством, и полиция составляет протоколы, и Следственный комитет в таком случае возбуждает, в том числе, вот и уголовные статьи по уголовному наказанию. А в целом, мы сейчас ведем эту работу, и по окончании пандемии, конечно, начнется процесс легализации всех этих вариантов, чтобы в городе предоставлялись только качественные, безопасные услуги. Ирина Васильевна, благодарю вас. Действительно важно, чтобы в нашем городе предоставлялись качественные услуги в сфере туризма. И желаю вам прекрасного дня, чудесной погоды. Коллеги, передай вам слово. Спасибо большое. Спасибо, Олеся. Мы надеемся, что все-таки, что все у вас будет хорошо, и нарушать законы, указ главы, тем более, ательеры все-таки не будут.